С самого начала встречи стало понятно, она выйдет за рамки запланированного часа. Слишком много вопросов оказалось у представителей СМИ. Журналистов интересовало, что в первую очередь намерен сделать Юрий Поляков. Губернатор поставил задачу навести тут определенный порядок и сделать город курортным. То есть будем к этому стремиться. Но у нас, как всегда в жизни бывает, поломать все всегда легко, очень сложно все это восстановить. Но, тем не менее, то хорошее, которое делала до этого команда, мы будем улучшать. То, что они не сделали, мы будем заново все это делать. Первое, по словам Юрия Полякова, что он сделал в новом статусе, потребовал список всех городских зеленых зон. А затем и лично проинспектировал почти каждый объект. Увиденное, признается, не обрадовало. Вытоптали все зеленые зоны, на них появились какие-то надувные матрасы, то морожено все это на зеленых зонах. У меня возник другой вопрос, ребят, а кто это восстанавливать теперь будет? Кто-то торговал, кто-то на батуте прыгал там, да, все вытоптали. А теперь муниципалитет должен восстанавливать. Ну, наверное, это неправильное решение, да? Но, есть опыт города Краснодара, который сделал постановление, и просто взяли и запретили на клумбах, в скверах, там, в зеленых зонах расставлять торговлю. Просто запрет сделали. Ну, я думаю, надо поддержать такую инициативу города Краснодара. Жестко намерен пресекать Юрий Поляков и несанкционированную торговлю. Сегодня большинство парков и прогулочных зон превратились в стихийные рынки. Уже с подачи исполняющего обязанности главы здесь начали наводить порядок. Снесли около сотни незаконных объектов. Но решать эту проблему, по мнению Юрия Федоровича, необходимо еще до начала сезона. Не давать этому становиться апрель-майюнь. Если только ты ситуацию выпустил из-под контроля в июне, то ты потом уже получается так, знаешь, когда две дырки через два метра, ты тут закрыл, здесь побежала, здесь закрыл, там, а побежала. И, конечно, необходимо активнее позиционировать Анапу как лучший курорт страны. Для этого в городе должна появиться соответствующая инфраструктура. Вторая, не менее важная задача – сделать Анапу привлекательной для туристов круглый год. И для решения этого вопроса у нас все есть. Три месяца. Ну, пусть четыре месяца. А дальше что? Восемь месяцев мы делать должны. Поступления нету, того нету, денег нету. Все это сложно. То есть нужно границы потихонечку раздвигать. У нас сумасшедшая база больного водолечения. Надо потихонечку возвращаться к этому. К этому, чтобы лето – это море, зима, осень – это люди, которые лечились. Журналисты же не упустили случая предложить Юрию Полякову встречаться чаще. Исполняющий обязанности главы заверил, что всегда готов к конструктивному диалогу. Рассказывать о текущем положении дел и том, что планировалось сделать, будет не только первое лицо города, но и заместители мэра, а также начальники отраслевых управлений на встречах со средствами массовой информации.